меня зовут виктор озенцов и моя небольшая лекция называется научные основы методики супер джаб и прежде чем начать я хочу коснуться вообще этого термина наука science на английском языке шанс по-итальянски этот корень энц он с древнегреческого переводится как бытие то есть основа жизни и слово шанса science переводится как системное видение основ бытия мы этот корень видим в таких словах как экзистенция квинтэссенция трансценденция то есть нечто такое что есть в человеке и в природе что является основой или попросту говоря то что создает этот мир это есть системное видение вот этих основ есть наука и мы пойдем именно с этой точки зрения будем рассматривать методику суперджамп который сейчас все больше и больше распространяется в мире приносит огромную пользу несомненно но нам сейчас важно понять где же ее корни где основы я буду выступать с позиции нескольких своих личных компетентов прежде всего компетенция доктора врача компетенция ученого автора книг по здоровью самореализации человек который является организатором первого научного производственного объединения в россии в снг ну и также является ведущим курса суперджамп человек который организовал собственную группу здесь который называется интуиции лидера суперджамп поскольку этой темой интуиции лидер я занимаюсь уже больше 20 лет интуиция на научной основе то что помогает человеку дополнить его логику и делать внутренний выбор точный внутренний выбор и так вот эти компетенции как доктор я начал работать уже в 80-м году прошлого века естественно в неотложной хирургии в районной больнице города нижнекамска затем работал в разных клиниках города казани 8 лет проработал в онкологическом диспансере врачом занимался эндоскопической хирургии и как доктор был аттестован высшей категории в области эндоскопической хирургии как человек который занимался исследованиями защитил инсертацию на тему операции на желудке еще восемьдесят девятом году защитил ее и создал научно-производственное объединение где течение многих лет проводились научно-практические исследования в сфере разработки оборудования и методик и в нашем объединении который назывался ассоциации эндохирургии татарстана где я был президентом было подготовлено 5 докторских диссертаций и больше 10 кандидатских вот такая научная деятельность и организационная деятельность она просто была частью моей жизни на протяжении многих лет и наше научно-производственное объединение впервые в россии стало производить сложнейшее эндохирургическое оборудование в девяносто третьем году уже стало поставляться во все регионы россии и ближнего зарубежья и на этом оборудовании сделано было больше 10 миллионов операций и кстати говоря мы подготовили в своем центре больше шести с половиной тысяч хирургов которые разъехались по всему миру защитили много научных работ и оказали огромную помощь людям конечно в этом веке уже больше 20 лет я занимаюсь темой здоровье лидера написал ряд книг вот за моей спиной несколько книг которые называются ступени самореализации лидер интуиция здоровья здоровье лидер вот эта тематика была центр моего внимания просто потому что я вижу что от лидеров зависит и общественное здоровье и здоровье людей по сути поскольку лидер может быть примером организатором и чеком который создает фундамент здоровья снова здоровья самостоятельно сам проводил семинары и курсы по рациональной интуиции по самореализации и по антистрессу и проводил антистрессовые курсы в горячих точках в том числе на кавказе это южная осетия и дагестан средней азии киргизия и эта тема для меня тоже очень близко вот эти компетенция позволяет мне через опыт конечно же мировой медицины и в том числе восточной медицины потому что я занимался темой аюрведы ведическими науками проходил курсы специальные в индии да и по всему миру учился у антони минигетти это основоположник психологии бытия как читать интуицию как читать пять языков интуиции то есть вот эти знания в совокупности они дали возможность создать свой курс оздоровительный проводили проводить коучинговые программы по интуиции но в прошлом году когда я встретился с программы суперджамп сам ее прошел я понял что это наиболее простой наиболее доступный легко масштабируемый способ чтобы человеку дать основы здоровья убрать внутренние блоки убрать внешние ненужные связи восстановить не только энергетику но и здоровье и самое главное дать человеку понимание что же является миссией его земной что является смыслом жизни или как говорил основатель логотерапии виктор франкл жизнь бессмысла бессмысленно и познакомившись этим курсом я уже с прошлого года сам приобрел лицензию мастер интеллект тренера стал основателем ассоциации интеллект тренеров и уже второй год провожу эти курсы вижу что у них есть огромная мощность огромной пользы людям но прежде всего давайте определимся что же такое здоровье в современном мире есть много различных определений но древние определения это быть в центре это быть согласие с душой поскольку именно внутренняя энергия именно духовная часть человека во многом определяет его жизнь и по сути человеческая душа есть не что иное как лучший проект жизни человека источник энергии когда душа уходит из тела мы знаем что это тело уже никому не нужно в древности на санскрите это называлось сваста сваста быть в центре хотя в современном мире больше известно слово свастика фашистский крест это по сути зеркальное отображение понимания здоровья если фашизм это когда группа людей без души без любви делает какие-то изменения в обществе как правило они трагичны сваста это быть в контакте с душой и идти в этот мир в согласии с душой развивая дружбу взаимопомощь и прочее самые позитивные качества и так это древнее понимание что же такое здоровье или что такое знание гняно в древности говорил что знание это то что возвращает человеку здоровье и возвращая человеку самореализации и вот этой теме самореализации я посетил несколько своих книг изучал ее специально и изучая работы самых разных восточных и западных мастеров пришел к выводу что и там и там приходят к мнению что мастер это на востоке слова моста или моэкстра древнегреческое слово это слово означает двойное превосходство ма по-древнегречески дважды экстра это превосходство и вот мастер ли моэкстра это тот кто дважды превосходит Это тот, кто очень любит и очень хорошо действует. И мы можем увидеть, что вот этот вот изначальный мастерский уровень или источник мастерства уже есть у маленького ребенка, который очень хорошо развивается согласно своей природе, который улыбается уже во чреве мамы, значит любит, который улыбается до первого года по подсчету ученых 500 раз. И это говорит о том, что вот это основа дружелюбия, источник дружелюбия, основа мастерства уже заложена в природе. Потом ребенок, развиваясь, начинает играть, проявлять разные таланты и начинает обучаться, искать истину. Можно выделить, что при самолизации есть несколько стадий. Сначала идет поиск, когда человек начинает осознанно искать, какое же мое любимое дело, он начинает искать, перебирать. Потом начинает учиться, найдя какое-то любимое дело. Потом становится профессионалом. И профессионал, который очень любит и очень хорошо делает, мы вот таких людей называем мастер-дела. Это уже, можно сказать, что четвертая стадия самолизации. Поиск, ученичество, профессионализм, мастерство дела. Но далеко не все знают в своеменном мире, по крайней мере это мало преподается, что следующая стадия это мастерство жизни или стадия мудрости, что на латыни называется изо-мастер, мастер своей души. Вот этот переход от мастерства дела к мастерству жизни является центром внимания всех моих книг. И в Суперджампе я увидел именно это, что человеку даются очень простые методы, чтобы лучше проявлять свое мастерство в деле и двигаться дальше к мастерству жизни. Сразу хочу сказать, что я не являюсь автором методики. Эта методика создана группой во главе с Владимиром Довганем, известнейшим российским предпринимателем, автором первой книги по франчайзингу в России, человеку, который написал диссертацию по макроэкономике, который в течение многих лет занимался сначала бизнесом, а потом вопросами образования взрослой педагогики. И Суперджамп, собственно говоря, и называется курс взрослой педагогики, чтобы человек научился управлять своим здоровьем, своей самолизацией и лучше бы реализовал свою миссию. Я сказал сейчас вот эти пять стадий самолизации, потому что им противопостоят в каком-то смысле все время сбивает с этой дороги к мастерству то, что называется в современном мире западной медицине психосоматикой. Я бы добавил патогенной психосоматикой. То, что в древности называлось отклонение от жизни, то, что ведет к страданиям, болезням, неудачам. И в современной медицине различается, что есть определенные стадии психосоматики. Все больше ученые приходят к выводу, что именно внутренний образ, те самые образы, которые появляются при первичных стрессах в 2-3-4 года уже, после того, как у ребенка появляется эго. Именно эти образы нарушают энергетику и создают эмоции. А эмоции уже накапливаясь в течение жизни, в течение времени, могут привести к очень серьезным заболеваниям внутренних органов, среди которых в 21 веке наиболее опасными считаются три болезни. Это болезни, которые приводят, точнее говоря, три осложнения. То, что приводит к инсульту, инфаркту и онкологии, метастазированию запущенной болезнью. Несомненно, есть еще и другие внутренние болезни, которые угрожают человеку в 21 веке. Но если в 20 веке в основном люди умирали от инфекции и войн, то в 21 веке мы сейчас видим именно вот эти три патологии. И они очень тесно связаны с накоплением эмоций. Считается, что раздражение больше напрягает голову и может привести к созданию предпосылки к инсульту. Обида, она отражается в области горла, нарушает функцию иммунной системы и, может быть, предвестником онкологии, нарушения иммунных каких-то болезней, которые связаны с аутоиммунитетом, саморегуляцией человека. Вина больше отражается на сердце, может быть, предпосылкой к инфаркту. Кстати, сказать, в наше время, когда коронавирус является такой серьезной угрозой жизни человека, скрытые эмоции страха, это уже известно, даже академик Чучалин в свое время сказал, как только началась эта инфекция, что скрытый страх очень опасен для легких. Есть еще эмоции, которые отражаются в брюшной полости. Это жадность, ревность, зависть, уныние. Эта теория достаточно древняя, и она говорит о том, что эмоции идут от ума. И немножко эмоции – это неплохо. Но когда их много, они начинают блокировать жизненный поток, они нарушают интуицию, и они, накапливаясь, создают функциональные нарушения. Можно сказать, что есть пять стадий психосоматики. Первая стадия – это нарушение образа, когда уже в 3-4 года у ребенка в памяти появляются эти стрессовые образы, которые нарушают энергетику в тех или иных местах. В Ирведе это называется смещение дождь. Разные части тела начинают работать в состоянии энергетического дисбаланса. Итак, нарушение образа потом ведет к нарушению энергии, влиянию эмоций на разные части тела. Затем нарушается функция, когда появляются спазмы сосудов, какие-то функциональные нарушения органов и систем. Потом проявление на уровне тела, когда появляются воспаления, язвы, эрозии, опухоли, стриктуры, бляшки. И, наконец, все это может привести к пятой стадии патогенной психосоматики, к осложнениям, которые угрожают жизни, ведут к преждевременной смерти, либо к инвалидности. Это как раз перечисленные осложнения инсульт, инфаркт, запущенная форма болезни. Итак, вот пять стадий психосоматики. И важно понимать, что каждый человек, по сути, стоит на этой вилке. Либо идти к самореализации, либо к нарушению телесного единства и социального, кстати говоря. Также по пяти стадиям психосоматики развиваются и зависимости. Алкогольные, игровые сейчас, преступность или даже синдром приобретенной индивидуальной беспомощности тоже развивается таким образом. Вот эта идея о том, что человек стоит на этой вилке, он может идти к мастерству. Для этого важно руководствоваться хорошими методиками, благоразумными принципами. И эта идея, как отличать, как развивать здоровую жизнь, лежит в основе всех моих книжек. Они, собственно говоря, в основном собирательные, из методик восточных и западных подходов оздоровления. И суперджамп – это восемь упражнений, которые влияют именно на первой стадии психосоматики. Они влияют на устранение патогенных образов, нормализуют энергию и влияют на функциональные системы организма. Они не лечат. Эти упражнения уже не могут изменить структуру тела, если она серьезно нарушена. Тем более не могут использоваться как основной метод для устранения осложнений. Но технология суперджамп, она работает на уровне первой причины. Выбрать патогенные образы, выровнять энергию и вообще дать эту внутреннюю энергию, которая очень часто заблокирована. И сразу хочу сказать, помочь человеку определиться с любимым делом, начать на нем хорошо зарабатывать и развивать мастерство жизни. Именно так я понимаю технологии суперджамп. Эти восемь упражнений очень подробно описаны в книге Владимира Довганя, которая так и называется «Суперджамп». Она переведена на многие языки мира. И эти восемь упражнений, они были отобраны из трехсот упражнений в течение 25 лет. Эта группа изучала разные упражнения, преподавала их в офлайне. Сам Владимир Довганя объездил очень много городов и стран, преподавая эти упражнения. Но из трехсот отобрано было именно восемь наиболее простых упражнений, которые легко применять в онлайне. И сейчас суперджамп – это онлайн-курс 10 дней по одному часу в группе 10-15 человек, небольшой группе, где соблюдаются определенные принципы. Это круг силы, когда люди поддерживают друг друга, подбадривают, осваивают эти простые упражнения. Это домашние задания, которые позволяют лучше освоить эти упражнения и затем обменяться опытом. Вот 10 занятий, они позволяют освоить эти 8 упражнения. И эти упражнения направлены на устранение причины дисфункции человеческой, на восстановление энергетики. Первое упражнение – это смехозарядка. Второе – это остановить ненужные мысли. Третье – внутреннее стать королевской. Четвертое – будьте здоровы упражнение на выравнивание внешней энергетики, эфирного поля. Пятое – это упражнение для остановки ненужных чувств. Пауза мастера называется. Шестое упражнение для перепрограммирования человеческих мыслей, чтобы они были направлены на самые лучшие цели – аудиотренинг. Седьмое упражнение – позволяет убрать весь информационный яд, который сейчас очень серьезно нарушает развитие человека, функции его. Загружает его ненужными мыслями, негативными мыслями. И, наконец, восьмое упражнение, которое позволяет четче понять смысл жизни. То, о чем говорил Виктор Франкл в своей книге «Скажи жизни да», человек, который основал логотерапию, и в свое время написал книгу «Записки психотерапевта Васвенцена». В самом курсе используется целый ряд древних знаний, исходящих еще из греческой философии, современных знаний. Такая спокойная, очень гармоничная концепция вне религии, вне политики позволяет участникам курса получить несколько очень важных результатов. Причем эти результаты проявляются во всех сферах жизни – и в здоровье, и в отношениях, и в любимом деле, и в предназначении, и даже в финансовой части. Из того, что я лично на себе ощутил, то, что я сейчас вижу после курсов, можно сказать, что такие три главных мощных группы результатов. Это сама энергетика. Человек становится более жизнерадостный, больше улыбается, больше становится более активным, начинает помогать близким и налаживается отношение с людьми. Потому что эти восемь упражнения позволяют поднять энергию, убрать претензии и выстроить лучше гармоничные отношения как дома, так и на работе. Вот эта энергетика, которая в наше время, когда есть достаточно частые признаки депрессии или состояние такого угнетенного сознания, эти состояния очень легко решаются через эти восемь упражнения, энергия восстанавливается. Второй эффект – это улучшение здоровья, которое тоже связано с энергетикой, с этими простыми упражнениями и с восстановлением иммунитета. Мы видим результаты, когда люди, проходя курс и используя эти упражнения потом, меньше болеют, становятся более активными, у них более эффективная жизнь становится, и ряд заболеваний, которые идут на уровне нарушения энергетики и функции, могут исчезнуть полностью. И, наконец, третий результат – это восстановление собственной миссии, собственного предназначения, своего любимого дела. Важно отметить, что человек не просто находит любимое дело, он может его обрести прямо в суперджампе, если нет вот этого дела, в котором человек горит, который очень любит, где он может проявить свои мастерства, то в суперджампе он может освоить эти простые упражнения и преподавать их сам. Многие участники курса суперджампа потом становятся интеллект-тренерами, и эта профессия – новый интеллект-тренер, она здесь осваивается достаточно быстро вместе с наставниками, на основании методических материалов и, самое главное, опыта, очень легко освоить эту профессию. И человек начинает помогать другим, его земная миссия становится очень четкой, обретает смысл. И вот этот вот третий элемент, когда человек не просто получает энергию, получает здоровье, но еще и смысл жизни, создает такой законченный результат этой программы. И мы видим, что практически все люди, которые проходят добросовестно эти 10 занятий, и получают эти три результата, в том числе и улучшение своей миссии, улучшение финансового состояния своей миссии. И если ее не было до этого, то человек может преподавать и выходить на хорошие доходы, что тоже очень важно, поскольку в суперджампе для тех, кто преподает, создано особое экономическое поле, где преподаватель получает несколько источников доходов. Это процент заведения курсов за получение денег, процент за распространение лицензии, специальные подарочные акции компании и сопутствующие товары. То есть создано специальное экономическое пространство, где человек, преподающий это замечательное знание, становится значительным в обществе. Заметным, богатым. И на сайте суперджамп мы можем увидеть много прекрасных лиц, именно преподавателей, которые уходят на большие для нашего общества доходы. И это момент важный, поскольку в современном обществе мы видим, что не всегда люди знания являются заметными. Чаще мы видим спортсменов, артистов, людей, которые занимаются общественной деятельностью и пиаром и не всегда являются мастерами жизни. Далеко не всегда. Суперджамп же позволяет человеку, который проводит эти курсы, сам развивается, становиться заметным, влиятельным, богатым и духовным, и материальным. Сама миссия компании Суперджамп звучит как способствовать устранению программ самоуничтожения общества человека через устранение невежества и проведение знания взрослой педагогики. Вот этот подход, он очень современ в современном обществе, потому что мы видим очень серьезные экологические нарушения, которые, как правило, связаны с нарушенной деятельностью человека. Нарушенные экологии и нарушение социального согласия. Мы видим, что продолжаются войны, межгосударственные войны, но и в том числе и внутрисемейные конфликты, которые разрушают здоровье и согласие не менее, порой, чем войны внешние. Вот эта миссия при понимании того, что сейчас происходит в современном мире, конечно, очень своевременно и цель Ассоциации Суперджампов создать как можно больше интеллект-тренеров. Считается, что если будет 100 миллионов интеллект-тренеров, они могут серьезно повлиять на это общество. Тем более, каждый курс заканчивается интеллект-клубом, где люди поддерживают друг друга через знания. Вот эта цель создать сеть интеллект-клубов, которая изменит культуру современного мира, она представляется очень важной. Я сам создал свою группу «Интуиции лидера», где помогаю людям не только осваивать этот прекрасный курс, вести его по стандарту, но еще и даю то знание, которое считаю очень важным, уметь запоминать и читать сны, и другие языки интуиции. И эта группа, которая у меня сейчас есть, она развивается. Это, по сути, основа будущего онлайн-университета, который я вижу как собственную миссию. И миссия «Моя, моя группа», она звучит в унисон с миссией Суперджампа. Именно это позволяет здесь, вот это вот соответствие позволяет лично мне развиваться, чувствовать глубокое удовлетворение. Миссия моей команды «Интуиции лидера Суперджампа». Вот значок. У меня, кстати, сзади на моем плане есть тигренок, который тоже с красным таким значком. Тигр – знак силы. Миссия нашей группы – помогать человеку продвигаться к стадии мастерства жизни безопасным путем. Что это значит? Я уже сказал, эти пять ступеней саморализации, поиск, ученичество, профессионализм, мастерство. Помочь людям изучить вот этот переход, где важна энергия, Суперджамп дает ее, где важна интуиция, важный уровень присутствия. Это целая наука, но она легко доступна в современном мире, и тем более через знание Суперджампа она очень легко дается. Вот эта миссия – помочь человеку, лидеру особенно, продвинуться к стадии мастерства жизни, минуя такие болезни, как рак, инсульт, инфаркт, опасные связи и зависимости. Причем, поскольку онкологией я занимался в клинике, я знаю, что Суперджамп при правильном использовании может убрать основы этих опасных болезней – образ, обиды, раздражение, вину, другие эмоции. Он может повлиять сюда и может быть предпосылкой для остановки психосоматического генеза или причины этих опасных болезней, и в том числе онкологии, которая, как известно, с возрастом увеличивается. И это увеличение связано с накоплением эмоций. Вот эта идея о том, что можно остановить болезни и зависимости, и развивать мастерство жизни, откровенно говоря, меня самого больше всего радует в этом пространстве, поскольку, на мой взгляд, здоровье человека и общества, оно зависит от культуры, от культуры лидеров. И если лидер является не просто мастером дела, но и мудрецом, в семье, в коллективе или в обществе будет другая обстановка. И, на мой взгляд, Суперджамп делает именно это. Развивает культуру мастерства, культура, которая двигает к мастерству жизни, устраняя патогенную психосоматику. Это именно такой подход, я вижу, таким фундаментальным подходом для устранения причины болезни и неудач, что полностью соответствует термину наука, science, scienza, системное видение основ бытия. Многие ученые, которые занимались самыми разными областями науки, лидеры химии, физики, социологии, других наук, видели вот это удивление, эту основу того, что этот мир создан совершенно необычным образом, на микроуровне настолько все удивительно устроено, что природа, божественная природа мира, признавалась очень многими известными учеными, в том числе Эйнштейн, Ландау, Инделеев. Их можно перечислять бесконечное количество. И многие эти ученые приходили к очень простому выводу, что если ученый не чувствует, не видит глубины своей науки, не видит вот этого чуда мироздания, не ощущает радости открытий, это не совсем ученый. Настоящая наука, по мнению мастеров жизни, мастеров жизни, те, которые уходят сюда, это то, что несет радость человеку, то, что делает его жизнерадостным, энергичным, здоровым, социально развитым. То, что в том языке, о котором я сегодня говорил, помогает ему продвигаться к стадии мудрости, к стадии мастерства жизни, устраняя опасные болезни связи. На мой взгляд, именно это делает методология Суперджам. И я считаю, что ее можно назвать прикладной методологией, которую в ученом мире называют эпистемической. Эпистемиология – это наука о причине. Если причиной является образом энергии, то Суперджам действует на причину, на эпистема, на корень. И таким образом, влияя, создает условия для того, чтобы человек не просто был здоровым, но и реализованным. Двигался к стадии мастерства жизни. Не просто чувствовал бы себя радостно, но и помогал бы окружающим миром. не просто чувствовал бы дружелюбие, но нес бы на себе миссию распространения этих чудесных, прекрасных знаний. И то, что я вижу, это сейчас развивается, причем развивается в правильном направлении все больше людей разной специальности. Становится интеллект-тренерами, мастер-интеллект-тренерами. И в моей команде есть самые разные люди, причем люди очень высокого социального статуса, которые поддерживают это направление, видят эту фундаментальность этого простого, на первый взгляд, метода. И самое главное, огромную пользу. Вот эта идея того, что суперджамп меняет культуру, где есть конфликты, где есть болезни, где есть эгоцентрическое противостояние, чье эго больше. Вот эту культуру, на культуру мастерства, на культуру эволюции, развития, вот это понимание, что именно эта смена ведет к правильному развитию общества. Именно это понимание, оно подчеркивает важность методологии суперджампа в наше время, важность развития того, что делает ассоциация, важность того, как люди в наше время через очень простой метод могут прийти к себе, к своей земной миссии и становятся более дружелюбными. Можно сказать, что основой суперджампа является древняя наука жизни, которая сочетается с современными представлениями о основах жизни, основах правильного развития. Но суперджамп это очень простой метод, он доступный, и в этом есть его огромная польза. Доступность, универсальность, быстрое освоение, точечное влияние. И именно поэтому лично я поддерживаю эту методологию, вижу в ней огромную пользу. Ну и то, о чем я сегодня говорил, научная основа. Друзья, наука это то, что прямо уже сейчас есть внутри нас, как некоторая система, которая возвращает нам радость, улыбку, дружелюбие. И именно этот системный подход, который возвращает дружбу и здоровье, можно назвать настоящей наукой. А корнем суперджампа, на основании того, что я сегодня говорил, можно считать современный научный подход, который основан на древних знаниях Востока и Запада и адаптирован к современному миру. Миру, где интернет, где онлайн пространство становится очень активным, миру, где по-прежнему нужны древние знания о любви, о счастье, о дружелюбии. Миру, где нужны простые знания, которые объединяют многих людей вне политики, вне религии на основе простого понимания, что мы ищем то, что внутри есть. Источник энергии, источник интуиции, источник любви. Что можно назвать? Душа человека, то, что на латыни называется инсеонтика, бытие в себе. И вот эта идея, что, зная основу своего, этого источника, убирая болезни, можно прийти к стадии не только мастерства дела, но и мастерства жизни, откровенно говоря, меня греет очень сильно. И в этом сообществе я вижу, что вот эта идея развивается очень правильным образом. Давайте подведем некоторый итог разговора. Суперджамп имеет твердую научную основу, идущую из древности в современность. Суперджамп просто создает пространство, где могут развиваться люди разных конфессий, разных направлений, но объединенные простой идеей, что мы ответственны за свое здоровье и за развитие общества и природы. Мы сами. Это и есть взрослая педагогика. Мы отвечаем за свое развитие и за то, как мы помогаем людям. И это и есть результат, который возникает после правильного понимания научных основ и развития этой науки. Наша лекция сегодня называлась «Научная основа методологии Суперджамп». И я высказал все, что я на эту тему сейчас знаю, представляю как личный опыт свой, опыт своих товарищей и опыт, который постоянно развивается. И мое пожелание каждому, кто сегодня слушал, просто следовать за знаниями, которые укрепляют дружбу и здоровье. И не противопоставлять, а продвигать лучшие идеи. На мой взгляд, Суперджамп является одной из лучших идей современности, доступной каждому. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...